Добрейшего утра, дорогие друзья. Решил прогуляться до рабочего места. 22 июля. Михаил Дегтярев совершает свою первую прогулку до места работы в новой для себя должности временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Экстренно назначенный Кремлем на замену арестованному Сергею Фургалу, Дегтярев старается показать, какой он открытый и непринужденный. Житель Хабаровского края потихоньку начинает понимать, какое им привалило счастье прямиком из Москвы. С момента ареста Сергея Фургала в Хабаровском крае не утихают протесты. Хабаровчане уже больше двух недель выходят на улицы с требованием освободить Фургала. С самого начала все пошло не по сценарию Кремля. Еще ни разу в истории современной России жители так не заступались за своего законно-избранного губернатора. В Москве в спешном порядке стали придумывать оптимальный выход из сложившейся ситуации. И приняли, пожалуй, одно из самых неудачных для себя решений. Назначить временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Я желаю вам удачи. Увидимся. Большое спасибо, Владимир Владимирович. Большое спасибо Владимиру Владимировичу Дегтярев говорил еще на заре своей политической карьеры, когда в 20 лет возглавил Самарское отделение прокремлевского молодежного движения «Идущие вместе». Дальше лестница привела его в Единую Россию, а затем и в депутатское кресло Самарской городской думы. Несмотря на стремительный взлет, дальнейшая карьера в правящей партии уперлась в тупик. Как сообщает источник «Медузы», Дегтярев перешел в ЛДПР, потому что ему не дали возглавить местное отделение молодой гвардии. А в ЛДПР он сразу стал помощником Владимира Жириновского по работе в Самарской области, а затем и депутатом Самарской губернской думы. Позже перебрался в Москву, где в 30 лет стал депутатом Госдумы. Если откинуть взором его законодательные инициативы, становится ясно, почему Дегтярев так приглянулся Владимиру Жириновскому, чей опыт в дискредитации идеи парламентаризма в России трудно переоценить. Его фаворит старался не отставать. Например, он предлагал запретить в России оборот американского доллара. Ситуалом сдавать кровь, предлагал вести ГОСТ на образы Деда Мороза и Снегурочки и даже создать сборник матерных слов. Еще Михаил Дегтярев запомнился тем, что участвовал в выборах мэра в 2013 году. На тех самых выборах, где Алексей Навальный набрал более 27% голосов. Дегтярев тогда тоже надеялся на хорошие цифры. Дегтярев тогда набрал 2,8% и занял пятое место из шести. Но на позиции внутри ЛДПР низкий результат не повлиял. Возможно потому, что при каждом удобном случае молодой ЛДПРовец прославлял Жириновского, подчеркивал его исключительность и даже написал о нем книгу под названием «Пророк в своем отечестве». Как он пророс через этот асфальт, серая действительность советская, это вот уникальный, конечно, случай, он явление. Фигура на политическом небосклоне не только России, но и мира, она культовая. И не потому, что у нас к нему какие-то особые чувства, а потому, что он просто такой. Дегтярев ярко дополнил собой коалицию фриков в Госдуме, потеснив таких видных представителей, как Милонов и Федоров. Но звездный час Дегтярева наступил этим летом, когда Кремль не придумал ничего лучше, чем назначить его исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. И о талантах ЛДПРовца очень быстро узнали не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Дегтярев не ошибся. Хабаровчане не оценили такой подарок в виде назначенца из Москвы. Не помогла и принадлежность к партии Жириновского. Сразу стало ясно, что трюк с заменой одного ЛДПРовца на другого не работает. Жители требовали возвращения конкретно Сергея Фургала. А Михаил Дегтярев своими высказываниями и поведением лишь подливал масло в огонь. Например, он заявил, что намерен вернуть Хабаровскому краю величие и гордость. Можно подумать, что в данный момент жители края лишены этих качеств. Поговорить об этом и не только, хабаровчане предлагали Дегтяреву прямо на улице. Однако новоиспеченный начальник предпочитает общаться с жителями посредством стримов в инстаграме и через прессу. При этом не оставляет попыток предстать эдаким своим парнем. То на турнике подтянется, то при каждом удобном случае напомнит о своей безграничной любви к бане. Коллеги журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске? А если в общественной бане, то, конечно, с мужчинами, правда? Логично. И буду впредь ходить в русскую баню исключительно с мужчинами. Все эти игры в человека из народа хабаровчан, мягко говоря, не впечатлили. Они продолжают выходить на митинги, а самому Дегтяреву предлагают париться где-нибудь подальше от Хабаровска. Лозунги на митингах, как правило, короткие и не вмещают в себя все, что думает житель края о Дегтяреве. Зато в комментариях под его постами в инстаграме всегда можно развернуть мысль, что люди охотно и делают. Выйдите к людям. Они уже не просят, а кричат. И докричаться не могут. Почему такое неуважение к Хабаровскому краю? Михаил, несколько вопросов. Первый. Уже придумали, куда сбежить из города в следующую субботу? Второй. Вы тратите на покупку ботов с хвалебными отзывами для своего аккаунта личные деньги или бюджетные? Уезжайте домой. Нам такой губернатор не нужен. Жители Хабаровска, которые каждый день выходят на протестные акции с требованием вернуть законно избранного губернатора, проявляют небывалое упорство. Их не устраивает назначенец из Москвы, который не знает их региона. Они возмущены его хамским поведением и отлично понимают. Дегтярев действует не в интересах жителей края, а в интересах Москвы и Кремля. А по логике властей, как известно, если люди в таких вопросах проявляют твердость и принципиальность, значит пора заводить шарманку про иностранный след. Сейчас отвечу по поводу иностранных граждан. Вы что, думаете, у нас в России нет сейчас иностранных граждан, есть кто-то остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки? Границы закрылись, они там остались. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели. Как мы видим, операция по замене Фургала на Дегтярева явно трещит по швам. Жители отказываются принимать правила игры, написанные в Москве. А сам Дегтярев за короткий срок уже сделал много, чтобы Хабаровский край его отторг, как инородное тело. Вся эта ситуация уже показала, насколько власть не понимает и не желает слышать обычных людей. Ей чужда сама мысль, что жители региона сами выбрали Фургала, который бьет по рейтингам и Путина, и Единую Россию. И что они готовы отстаивать своего по-настоящему народного губернатора. И не нуждаются в услугах московского карьериста из ЛДПР, который собрался вернуть Хабаровскому краю гордость и величие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok